Амадей Коффман, Щелкунчик и Мышенный Король Шур-шур-шур таинственно доносилась из соседней комнаты. Фриц и Мэри сидели в полутемной спальне и прислушивались. Накануне Рождества их крестный Дроссельмейр мастерил для них какой-то особый подарок. Тук-тук, бам-бам, разносилась по дому. Ох уж этот крестный Дроссельмейр! Странный он человек, даже человек, маленького роста, сухенький, морщинки на лице с сеточкой, на лысой, как блестящий шар голове, пудренный парик, а вместо правого глаза черная, но совсем не страшная повязка. И этот некрасивый маленький человечек был большим искусником. Каждый раз дарил он детям необыкновенную игрушку. То крохотного кавалера Шаркуна с выпученными глазами, то коробочку сюрприза, с которой со звоном выскакивает серебряная птичка. Интересно, что на этот раз мастерит? Скинув желтый сюртучок и надев голубой передник, их затеянный, крестный. Стемнело, дети прижимались друг к другу, прислушивались к звуку из гостиной. А там, там в этот момент родители расставляют на отдельном столике под елкой множество чудесных подарков. Сейчас, сейчас распахнутся двери и... Динь-динь-динь! Прилепетал серебряный колокольчик. Можно! Фриц и Мэри сорвались с места и кинулись в гостиную. Ах! Посреди комнаты, окутанной сияющей музыкой света, высилась великолепная елка. Пушистые ветки увешаны золотыми и серебряными яблоками, грознями обсахаренных орешков, конфет, таблеток разноцветной, глазури, пряников. В зеленой тьме хвои, как звездочки, в ночном небе мерцали и переливались, озаряя комнату сотни маленьких свечек. Но самое главное – рождественские подарки. Нарядные куклы с фарфоровыми личиками и горками грудочной посуды для восхищенной мэрии, а праздничное шелковое платье в оборках и цветных лентах ей наверняка непременно позволят надеть его. Фрид тем временем верхом на гнедном деревянном коне голопом обижал стол, на котором застыл в ожидании полководца. Эскадрон гусар в великолепных шитах, том в красных мундирах, серебряными сабельками наголо. Дети не знали, за что хвататься, то ли играть с куклами и барабанщиками, то ли листать чудесные книжки разноцветными, будто живыми картинками. Но тут снова зазвонил колокольчик. Настал черед подарка крестного дроссельмейра. Раздвинулась маленькая ширма, и на покрытом зеленым сукном столике, как на лужайке, вырос перед детьми замок. Заиграла музыка, распахнули зеркальные окошки, зажегся свет в золотых башенках. И тут же увидели, что по залам замка парами гуляют крошечные кавалеры в белых чулках и камзолах, и дамы в шляпах с перьями и платьях за шлейфами. Малюсеньких, не наперстых серебряных люстрах сидяют спичечки свечек, и под музыку пляшут и прыгают дети в разноцветных курточках и панталончиках. А из окна выклятывает господин в изумрудно-зеленом плаще и приветливо кланяется фрицу и мэри. «Крестный, дроссельмейр!» «Конечно же он, только смезинец с ростом!» «Крестный, пусти нас к себе в замок!» воскричал фриц. Но изумрудно-зеленый человечек ничего не ответил, а спрятался в окне. Впрочем, тут же показался, снова приветливо поклонился. И опять исчез, и вновь появился. И дамы с кавалерами прохаживали все так же кругами, и дети в замке топали ножками, как заведенные. Фриц. Это скучно, и он занялся своими солдатиками. Амэри вдруг присела на курточке перед елкой. Вновь видела странного человечка, скромного, стоящего под лепестой пушистой веткой. Но очень-то складный был этот деревянный человечек. Чересчур громадное туловище на тонких ножках и великолепная головка с тяжелой челюстью. Но зато одет человечек был вполне пристойный и даже щегольский. Фиолетовый гусарский мундир, весь в пуговичках, опушках и позументах, узкие рейтуз и сапоги со шпорами. Все сидело на нем так ловко, будто было нарисовано. Из-под круглой плоской шапочки выпрасывались белые буклина, тянутого парика. А завитки шестяных ниток, щеголеватые усики над алой губой, не скрывали добродушной улыбки, сверкающей жемчужными рядом ровных крепких зубов. Мэри тут же полюбила человечка, который приветливо и дружелюбно поглядывал на нее. «А это милый человечек для кого?» – воскликнула Мэри. «Для всех», – ответил отец. «Это щелкунчик. Он, как и все его предки, отлично умеет разгрызать орехи». Мэри тут же схватила горсть орешков, и щелкунчик, продолжая приветливо улыбаться, колол их своими крепкими зубами. Фринц на минутку оставил свой оловянный эскадрон и тоже сунул в рот щелкунчику орех, но выбрал при этом самый большой и твердый крак. Обломились три зуба у бедного щелкунчика, а тяжелая челюсть беспомощно отвисла. «Фу!» – глупый щелкунчик, – воскричал Фринц. «То ли дело моей драгуны, им никакое самое крепкое ядро не страшное». И он снова вернулся к своим солдатикам. А Мэри вся в слезах прижала к груди раненого щелкунчика, подвязала ему больную челюсть, белой ленточкой заботливо укутала платком. «Щелкунчик, миленький!» – шептала она. «Не сердись на Фрица, он добрый, просто немного огрубился своими оловянными солдатиками, а я буду тебя очень беречь и лечить». И Мэри нежно баюкала щелкунчика. А ночь, таинственная рождественская ночь, уже подкрадывалась к дому, затягивала окна синим сумраком. Пора было складывать игрушки. В гостиной налива от двери стоял высокий стеклянный шкаф. На верхней полке, до которой детям было не дотянуться, расположились чудесные изделия крестного дроссельмейера. Ниже рядом чеснились книжки в лаковых переплетах. На самой нижней полке Мэри устраивала кукольную комнату, где жила любимая кукла Трудхен, а теперь и новая нарядная Клерхен. Фрид занял полку повыше, расставившись троем своих конных и пеших солдат с барабанщиками, трубочами и знаменосцами. Мэри не заметила, как осталась одна в комнате. Она поставила щелкунчилка на полку и уже собиралась идти в спальню, как вдруг отовсюду из-за шкафа и стульев из-под стола, из-под кафельной печи, из каждого тёпного угла, ох, старые разлетаться под крадом, сатихие-тихие шорохи, шепоты, шуршания и шепуршения. А настенные часы с маятником закрепели, засипели, готовясь пробить полночь. Тик-так! Медленно, с трудом, словно полусонный качался маятник. И тут Бария ясно различала хриплый голос. Тише-тише! Слышишь-слышишь! Из угла ночной гостиной к нам ползает король мышиный. И часов старинных бой назовёт на смертный бой. Бом-бом-бом! Двенадцать раз ударили в тишину часы. И тут же за стеной по углам под полом послышали списк, возняя дробные топы тысячи крохотных лапок. Острыми огоньками засветились тысячи глазок буравчиков. И отовсюду стали спекаться несметные полчища мышей. Они выстрелились в боем порядке прямо перед мэрией и замерли. И треснул, приподнялся пол посреди костины, разбрызгивая звонкие янтарные половицы. Из-под пола с отвратительным шипением вылезли семь мышиных голов в сверкающих коронах. А следом и толстая тельца, на котором и покачивались все семь гадких мышиных головок под предводительством своего семиголового предводителя. Все мышиное войско стало двигаться на мэри, прижавшуюся к шкафу. Что, что будет? Но тут дзынь разбила стеклянная дверца шкафа и затвенел храбрый голосок. Вперед, за мной, на бой, на бой, вперед! На горе мышиное своре. Тут мэри увидела, что внутренный шкаф осветилось. Во весь свой рост поднялся раненый щелкунчик и взмахнул серебряные сабли. И встали с ним плечо к плечу, три храбрых пальца, четыре трубочиста, два трубача, барабанщик и панталоне со знаменем. Бесрассудно смелым прыжком перелетел щелкунчик на пол. Мягко шлепнулись следом за ним бархатные пальцы, туго набитые опилками музыканты с трубочистами. Спорхнул с развивающимся, как крылья бабочки, знаменем панталоне. «Эй, барабанщик, бей тревогу, зови подмогу», звонко скомандовал щелкунчик. Грянула барабанная дробь. Разом распахнулись обе дверцы шкафа. Загремели сапоги, забряцали сабли, сажали лошади и ровными шеренгами выступили солдатики-фрица. Керасиры сверкали своими доспехами. Драгуны горцевали, сидя в высоких седлах. Блестящие гусары лихо пришпоривали коней, а за кавалерии катили пушки усачи-пушкари. Один за другим промаршировали полки перед щелкунчиком, прислывающимися знаменами и барабанным боем. «Трубья атаку, трубачи! За мной, солдаты-силачи!» прогремел щелкунчик. И бух-бах-тарарах! Грохнули пушки. Полетело в мышиный росыпь сахарного дрожжа. Бум-бум, турурум-бум! Ухнули тяжелые орудия, посылая на мышиное полчища круглые пряничные бомбочки. Немало мышей полегло под градом снарядов. Сахарная пыль, словно белый дым, заслонила заражающихся, и Мэри с трудом различала, что происходит. Но видела она, как все новые и новые толпы мыши выползают изо всех щелей и норок. А в ушах у нее стоял непривычный грохот боя. Дрр! Скакали по полу сахарные шарики дрожжа. Плямс! Шлепались, рассыпались на кусочки лазурные пряники. Цвинь-цвинь! Зинели сабли! Уй-уй! Пищали мыши! И надо всем гремел голос полководца Щелкунчика. Смелее! Бей! Не жалей! Пушкарил становились свои пушки на скамеечке для ног и палили с высоты, опустошая ряды мышей. Но те все напирали и напирали. И вот перевернулась скамеечка. Покатились по полу пушки. Мышиное полчища постеснили гусар, киросиров и драгун. Рассеянная по комнате кавалерия спешно утекала в спасательный шкаф, оголяя правый фланг. Щелкунчик в рассеренности огляделся. Нет! Левый флаг его армии держался. Там сражались крохотные куколки-сюрпризы, вышедшие из шоколадных бомбочек. Кого только не было в этих пестрых рядах. Садовники и тирольцы, тунгусы и парикмахеры, мордышки и обезьяны, орликины и купидоны, львы и тигры. Под предводительством двух китайских императоров они сдержали натиск мышиной армии, медленно отступая к нижней полке шкафа. Щелкунчик храба врезался в мышиные ряды. «Тревога! Тревога! Где ты, подмога?» В отчаянии призывал он. На его зов из шкафа выскочили лишь несколько коричневых пьяничных человечков в золотых шляпах. Но они были такими неумелыми бойцами, что тут же попали в окружение мышей. Одному отгрызли ногу, другому помяли, с третьего сбили шляпу. Большая опасность грозила смелому щелкунчику, который даже не мог выспугнуть на нижнюю полку шкафа. Слишком уж коротки были его ножки, чересчур непроворотливо деревянное туловище. Ему бы сейчас коня. «О, мой бедный щелкунчик!» – вскричала Мэри. Она стащила с левой ноги туфельку и с размаху швырнула ее в самую гущу мышей, целясь противного семиголового короля. И все в тот же миг исчезло. Голова у Мэри закружилась, и она без чувств осела на пол. Очнулась Мэри из своей постели. Сквозь занавеску светило яркое солнце. «Наконец-то», – прошептала мама в тревоге, глядевшая на дочь. «Скажи, милая мамочка», – слабым голосом спросила Мэри, – «щелкунчик спасен?» А противные мыши, они убрались отсюда вместе со своим семиголовым королем? Мама погладила Мэри по головке и ласковым голосом успокоила. «Не бойся, детка, щелкунчик стоит в шкафу, целый и невредимый. Тебе все померечилось». Несколько дней лежала Мэри в кровати и глотала горькие таблетки. Но вот она поднялась и первым делом кинулась в гостиную в шкаф с игрушками. Щелкунчика там не было. Мэри в растерянности стояла перед циклянным дверцами шкафа, не смея поверить своим глазам, как вдруг позади нее кто-то произнес скрипучим голосом. Ходит маянник упруга, стрелки бегают кругом, тьму с собой приводит ночь, день ее прогонит прочь. Перед ней стоял крестный дроссельмейер. «Не сердись, Мэри, что я не прогнал мышинного короля, не растоптал полчища злых мышей, не поспел, зато гляди». И он вынул из кармана щелкунчика, искусной рукой крестный дроссельмейер подчинил сломанную челюсть деревянного человечка и снова вставил три потерянных зуба. «А где его сабля?» спросил вбежавший в комнату фриц. «Я вылечил щелкунчика», – проворчал крестный. «И уж саблю пусть сам добывает в бою», – так же, как сумел расколоть орех крокотук. «Какой орех?» – насторожилась Мэри. «Расскажи, сейчас ты расскажешь крестный». «Хорошо», – сказал крестный дроссельмейер. «Усаживаясь поудобнее, слушайте, и вот какую сказку повитал он фрицу и Мэри». Продолжение следует.